Здравствуйте, дорогие друзья! Спешу поделиться с вами своей радостью. Мне пришли подарки от моей подруги. Она уезжает, переезжает на другую квартиру и решила мне к Новому году сделать подарки. И вот она привезла их вчера с мужем. Подарили сумку, огромную сумку, огромную. И я не спала всю ночь. Что же там? Начнем с этой корзиночки. Сегодня солнце такое ослепительное на солнце. У меня уже, видите, здесь свечка. Вот такая красота. Боже мой! Какой красивый подсвечник. Вот я накануне похвасталась, что купила вот такую замечательную дорожку с елочками новогоднюю своей подруге. И она, видно, решила мне, ну а может быть вообще перед Новым годом, решила прислать вот такие замечательные подарки. За что я ей безумно благодарна. Сейчас будем смотреть, что там дальше. Вот такой стаканчик. Замечательный. Золотым рисунком. Это толстостенный и красный. Главное, что красный, да? И подсвечник был красный, и стаканчик красный. Но он не один. Там их... Сколько? Сейчас посмотрю. Ой, ну там их очень много. Так. Ещё один. Ещё один. Так. Всё. А, ещё один. Так. Ну, понятно. В общем, их у меня... Четыре таких красивейших. А рисунок мне даже напоминает какой-то китайский календарь, да? Хотя здесь цветок. Прямо напоминает что-то и китайское. В общем, красота! Ммм. Это у меня... Три рюмочки. О, какие красивые! Посмотрите. Стопочки. Это посвящено Москве, я думаю. Да, вот. Москва. Основана в 1147 году. И вот, посмотрите, здесь всё. И храм Василия Блаженного, и Пушкин, и Кремль, царь-колокол, ой, храм Христа Спасителя. Очень красивая. А главное, она такая тяжёленькая. У неё, видите, здесь донышко такое. Да. Ой, моя дорогая Танечка, люблю тебя, обожаю. Спасибо тебе огромное. Всё-таки, какая радость, когда тебе дарят подарки. Боже мой. И главное, что она мне до последнего не говорила, что... Ну, я знаю, что там кое-что, что я видела, но вот этих вот вещей я не видела. Ой. Ну, просто прелесть. Как это приятно. Как это приятно. Ну, и это ещё не всё. Ну, что это? Вот я сразу вижу и знаю. Я видела этот кукшинчик у неё. Поэтому для меня это не новость. Но он мне всегда нравился. Очень нравился. Ой, какой кукшинчик. Боже мой. И я даже знаю, к чему он у меня подходит. Как идеально будет смотреться. Ой, какая прелесть. Посмотрите. Красная ручка. Ягодки такие выпуклые. Ммм, 3D. Ой, прелесть, прелесть, прелесть. Сейчас посмотрим. Покажу вам, с чем будет смотреться идеально. Вот эту троечку я купила на Блошином рынке Музея Москвы. Вы помните? Такая яркая, нарядная. Блюдечко у неё такое зелёное. И подходит у кувшина тоже. Вот зелёное здесь. В общем, мне кажется, это в одном стиле как-то, да? И посмотрите. Красная чашка, красные блюдца, красная ручка. В общем, да, здорово. Ну, просто идеально. Я не знаю, знала ли она про эту тройку, видела ли, не помню. Ну, так идеально подошло. Да, как будто бы специально подбирали. Ой, какая красота. Спасибо, Танечка. Ну, просто вообще, вот у меня теперь уже и комплект. Ну, да, комплект. И всё такое новогодненькое, всё такое красненькое. Да, ну, в общем, я счастлива. Ну, что... Здорово. По цвету. Прекрасные идеи. О, посмотрите, какое прекрасное блюдо для запекания. Ой. В общем, блюдо для запекания. Я его видела у неё, она им пользовалась. Ну, вот, видно, переезжает, у неё много такого, такой посуды. И она мне его подарила. Оно в идеальном состоянии. И это... Так. Помню, что-то такое интересное. Так. Это французское блюдо. Вот. Эмиль Гендери, Франция. 24 сантиметра. Ну, вот. 87-й год, по-моему. Не знаю, сейчас идёт время тыквы. И для Нового года можно запекать тыкву. Не знаю, я просто в восторге. Ай, какие у меня замечательные подарки. Вы даже не представляете, как я счастлива. Ну, что ж, можно сказать, что всё для Нового года, да? И запекать какие-то вкусняшки, вкусные вещи. И... Подсвечник, стаканчики и рюмочки. Спасибо тебе! Ну, вот. Что сказать? Новый год уже всё будет. Всё. Уже всё для него есть. И это ещё не всё. Посмотрите, вербилки чайной пары. Они, конечно, не новые. Они у неё уже давно были. Вот, зная мою любовь к тому, что к антиквариату Айна, решила мне вот их подарить. Вот. Третий сорт. И посмотрите... Так, это у нас вербилки. И посмотрите, какой замечательный, замечательный декор, да? В тесте рисунок. Розы, 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 розы. Вот, конечно, деколь. Такая форма приятная. С золотом. И блюдечки. Да, старенькая такая. Вот, и все они, мои красавицы. Кто же не помнит? Это вербилки. Вербилки – это вообще наша молодость, как и Дулёва, как и... Ну, многое-многое другое, да. Это память, это наши родители, которые покупали тогда эти сервизы. Ну, в общем, радость, радость, радость. Наши бабушки. Да, очень приятные вещи. Я очень довольна. И вообще желаю вам, все мои дорогие, получать как можно больше подарков, чтобы чувствовать, что вас любят, а вас помнят. Потому что подарки, да, это напоминание о том, что вас любят. И тем более в приближении к Новому году. Чтобы любовь была около вас. И вам дарили приятные-приятные подарки. А я вас обнимаю, мои дорогие. Целую, люблю. Всего самого-самого хорошего. Счастья, сюрпризов и прекрасного настроения. И тогда нам ничего не страшно. Спасибо. 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 Спасибо.